Космонавтов звездами не испугать. Футбольный клуб Калуга не уступил самой именитой команде 2-го дивизиона. Арарат из Москвы. Новичок в профессиональном спорте, но за несколько месяцев своего существования уже наделал очень много шума. По разным данным, бюджет клуба колеблется в районе 200 миллионов рублей. Арарат приглашает бывших игроков сборной России. За клуб играют Роман Павлюченко, Марат Измайлов. Так что Калуге предстояло нелегкое испытание. Оказалось, что нашу команду не пугают громкие имена. Отчет о матче со стадиона имени Эдуарда Стрельцова в следующем сюжете. Арарат, хоть и новичок в профессиональном футболе, но уже обзавелся армией болельщиков. Подготовку к матчу они начали задолго до стартового свистка. Надпись на баннере «Арарат. Команда звезд». Утверждение, с которым не поспоришь. На такой состав приходят смотреть сотни любителей футбола. Я изначально, с детства увлекался футболом и очень обрадовался, когда узнал, что в Москве создали футбольную команду армянскую. И с радостью пришел на стадион поболеть за своих. Измайлов, Рябко, Лебеденко – звезды российского футбола. Имена калужских футболистов менее известны. Но, как сказал перед матчем главный тренер Калуги Виталий Сафронов, на поле играют не деньги, а футболисты. Туда, куда и нужно было. Побежали с первых минут футболисты Калуги. Космонавты открыли счет уже на десятой минуте. Гол получился курьезным. После подачи с углового мяч от ноги игрока Арарата попал в сетку ворот. Вот, пожалуйста, гости. Мне показалось, что рикошет был. Мяч срезался и вполз в ворота. Калуга! 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 Хозяева сравняли счет также курьезно. Молодой вратарь Калуги Роман Клюкин допустил нелепую ошибку. Игорь Лебеденко делал подачу с фланга, а из-за неудачных действий голкипера она превратилась в гол. 1-1. На первый план во втором тайме сначала вышел Роман Павлюченко. Он реализовал весьма спорный пенальти 2-1. К этому моменту были заменены практически все звездные футболисты, что вызвало недоумение у болельщиков столичной команды. Мы не делимся на звезд и не звезд. У нас в команде все футболисты, которые получают какие-то задания, которые должны выполнять эти задания на поле. Если мы считаем для усиления игры, что надо кого-то поменять или надо произвести какие-то изменения в составе и на поле, или в тактическом построении, мы это делаем. В составе нашей команды вышли сразу 4 новичка Кулешов, Новиков, Есин и Бурдыкин. Калужане сделали акцент на атаке. Особенно тяжело Арарату стало после 77-й минуты. Хозяева остались в меньшинстве. За грубый фолл был удален Морозов и всего 6 минут понадобилось нашим игрокам, чтобы забить еще один мяч. Баранов великолепной передачей разрезал всю оборону Арарата. Родин пробил в перекладину. А первым на добивание оказался Павел Гуров 2-2. Игра боевая. Забили хороший гол со стандарта. Потом, скажем так, ошибка воротаря. Пенальти, который еще будем смотреть, был он не был. Но ребята не опустили руки. Забили второй гол. Что понравилось, на мой взгляд, две команды хотели очень сильно победить. И команда Калуга, наша команда, скажем так, шла большими силами вперед. Хотела все-таки вырвать победу. Ну и команда Арарат тоже как бы не отсиживалась в обороне. Было в конце очень много хороших моментов. И у них и у нас. У нас, конечно, выручил несколько раз воротарь. У них, скажем так, спасла штанга. Поэтому хорошая боевая игра. Я думаю, те зрители, которые были на матче, игра понравилась. Особенно концовка. Опасные моменты у обеих команд были и в концовке поединка в двух случаях. Наш голкипер Роман Клюкин спас космонавтов. Также опасно бил поворотом Арсен Аганесян. Но счет на табло остался неизменным. 2-2. Боевая ничья. Здесь все на самом деле равны. Да, возможно, мастерства у ребят, которые поиграли на высоком уровне, не спорю, бесспорно, мастерства больше. Здесь все-таки это командный вид спорта. Сегодня мы это, кстати, продемонстрировали. Жаль, что все-таки не додавили соперника. Были моменты, и штангу попали, и курьезный гол пропустили. Обидно, обидно, конечно. Ну, ничего, ладно, сыграли 2-2, главное, не проиграли. Теперь Калугу ожидает сложная неделя. За четыре дня наша команда сыграет два матча. Единственный плюс, что оба поединка пройдут дома. 3 августа космонавты примут новомосковский химик, а 7-го в рамках Кубка России сразятся с белгородским энергомашем. Николай Егоров, Сергей Ким, телекомпания НИКА-ТВ, Москва.